А вы знали, что сегодня Международный день кино? По этому поводу я предлагаю вам написать название своего любимого фильма. Ну а мы сделаем небольшую подборку. Это сильные новости, рубрика Короче. Поехали! А в Гомеле на зимних каникулах ученики начальных классов могут ездить на маршрутках бесплатно. Но есть одно условие. При себе у них должен быть фликер, который они должны показать водителю. Такую акцию организовала Госавтоинспекция вместе с Гомель Обл Пассажир Транса. Акция продлится до 9 января. И распространяется она только для школьников начальных классов. Чтобы вычислить кибермошенников, Речищанину предложили взять кредит на 6000 рублей. Как думаете, он согласился? Конечно согласился. За несколько дней оформил все необходимые бумаги. Получил кредит. Разумеется, деньги исчезли, как и сами организаторы этой спецоперации. Вы только вдумайтесь, только с начала года в Речицком районе зафиксировано 138 случаев хищения денег с карточек. Как правило, преступники используют абсолютно стандартные схемы, но люди продолжают вестись. А помните, когда пацаны ходили в рваных джинсах, белых кроссовках и таких же майках? Дима Билан рассказал о своей борьбе с алкоголизмом. В интервью Ксении Собчак он заявил, что врачи диагностировали у него уже третью стадию. По его словам, когда он начинает выпивать, он просто не может остановиться. И такие запои у него случаются примерно раз в два месяца. А в декабре 2019 на концерте в Самаре он и вовсе вышел на сцену пьяным. Тогда извинился за свое поведение и сказал, что такого больше не повторится. Но свое обещание не сдержал.